Добренько! Всем добренько! Касслер! Ваш связной является членом немецкой группы-то! Ох уж этот Касслер! Ох уж этот Касслер! Чёртов сукин сын! Я бы его так асхарактеризовал вашего Касслера, блин! Блин, рюкзак Бобби самый, да, самый технологичный, самый лучший, самый прекрасный в мире. Я это на личном опыте знаю, поэтому... Чё, механик, что ли, бывший? Это главный инженер был, блин, завода. Вернее, замка. Но я убил главного инженера замка. Ну, бляха-муха, ну кто включил сирену-то, но... Вы достали эту, блин, ебаклаку активировать уже? О, ещё один припёрся, блин. Незнайка. Так... Вон там ещё один. Ну, тут у вас капитальное устройство. Достаточно интересный генератор какой-то. Огромное большое колесо движущее, приводящее в движение небольшой вал. Ну, по всей видимости, какая-то генераторная установка или что-то типа того. Да. Так, ну и пульт управления этой всей хернёй. Так, тут у нас записочка. Значит, для всех. Всех контролёров ремонта травмайных вагонов заместителя рейсмага Уэнгензихта. Недавнее расследование причин отказов травмайных вагонов обнаружило опечатку в описании периодических процедур по натяжению кабеля. На следующей строчке допустимое отклонение плюс-минус 500 килограмм следует читать как допустимое отклонение плюс-минус 0,5 килограмм. Мы находимся, что это исправление повлечет за собой увеличение безопасности военных трамвайных вагонов. Тут это, что ли, фаникулёр какой-то? Ага, понятно. Это же какой-то фаникулёр. Но им управлять, кстати, и нельзя. Таким фаникулёром, блин. А вон управление. Вот как в Резидент-4 прям. Ну и чё, он не нажимается. Ни хрена. Не работает. Кто-то в будочке сидел, горелся. Итоги. Приехал. А чё купил? Сейчас покажу. Да хер его знает. Денег опять потратил до хера. Стоило оно, того не стоило. Ну что, не ПВМ стоило. А видик-то сто процентов нет. Надо было видик тысячи за две брать. Максимум стоит две тысячи. Не столько, за сколько я за него отдал. Ну, ПВМ стоил того, чё он сколько. ПВМ 14 тысяч. Плюс по Москве доставка. Ну, типа, можно сказать, досюда доставка до Питера. Три тысячи обошлась. Ну и плюс вот это вот на каршеринг полторы. Получается 4500 доставка. Сам ПВМ 14. Ну, вот такие цены. Раньше можно за восемь было купить ПВМ. Сейчас за двадцатку. Чё-то вы прям это зачастили с этими мемами нахрен. Херачите и херачите. Упаковку смотреть. Ну, чё купил? Ну, видик будет. Блин, видик, конечно, зря я купил. Чё. Зря я его покупал, сука. Десять тысяч. С одной стороны десять тысяч. Десять тысяч восемнадцать пятьсот на МВМ. Ну, видика, конечно, не заводская далеко. А, видик, конечно. Да. А, вот такой видик, короче. Ну, за кого не так уж и дорого. За эту хлобуду, блядь, нерабочую недорого. Две тысячи этому говну я дам. Если бы он работал, это было бы не так уж и дорого. Ну, это был риск, понимаете. Я сознательно пошёл на этот риск. Я сознательно на него пошёл. Поэтому и... Ну, свидетелям не повезло. Но зато повезло вот с этим. Вот с этим малышом-то мне повезло. Это... Знакомьтесь. Участник будущего видеообзора. Некого видеоэсце. Некого... Некой лекции. Я... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Итак. Сейчас я вам его покажу. Вот здесь, на экране. 85 или 90 где-то иничий. о боже мой то это за мем такой отвратительный ну чуть повеселей бы задонать так ну что давай попробуем значит запускаем pvm так что идет картинка запустил это уже хорошо у нас тут выбрана из дня и нам надо как это у нас б компонент так ладно давай включаем видишь виде грызер во первых у него горит вот это видео центр рек это какая-то ошибка он не должен либо лексус возьму либо семерку возьму потому что в принципе я и от лексуса кайфу и мне эта марка очень сильно нравится ой твоя папочка вообще возбуждает я очко видно а лучше без трусиков не надо повышать блин цену мемов поставить 10 там уже перебор он не реагирует ни на какие кнопки типа если даже кассету у него вставить он ее примет но кнопки ничего не будет всего он не будет отдавать кассету он не будет ничего видеть тут горит стоп типа и все вот так а картинка есть у нас какая-нибудь Друзья, он сам что-нибудь звонит, а сам что-то? Открывай дверь! Кто там? Этот что-нибудь? Какой-то звук только что был странный. А это сам мем кто-то закинул. Широкоугольную линзочку снимаем. Широкоугольную линзочку снимаем. Так, и вот у нас вот такая вот история. Сейчас мы это всё в компьютер воткнем и подключим. Да, куда бы нам воткнуться? Куда бы нам воткнуться-то? Что-то у нас, блин, всё... Сижу, по композиту подключена, а картинка очень хорошая. Это композит сейчас, не RGB. По RGB лучше будет. Ну, смотри, композит как выдает. На галимом китайском табеле с Алиэкспрессо причём. Даже композит с Алиэкспрессо. Какая картинка? Это композит. Выглядит не сильно хуже, чем... Выглядит не сильно хуже, чем RGB, я вам скажу. Это композит. Потише сделаю, потише, потише. Звук нормальный. Композит. Достаточно... Ну, ты посмотри, хорошее изображение на композите. Вы видели такое изображение на композите? Подключите к карте захвата через композит пристав. Так, посмотрите, какое оно будет. Это Pixel Perfect. Неплохо, неплохо. Так, а чёрный цвет если заценить? Ну-ка, давай вырубим. Так, ну-ка, давай заценим чёрный. Ну, слушай, вообще хороший чёрный, прям охрененный. Хорош. Так, а если мы убавим контраст? О, вот так вообще чётко. Чёрный идеальный прям вообще. Вот так вот, как у ЖК будет. А вот так вот, вот так зашибись. Чёрный какой, видали? Сливает капитально, капитально показывает композитный сигнал. Он очень хороший. Улыбка больше рубли. Постыque от машины. 근데 это не намерен. Так, тапку ставит на измене его. Все около 5, 9, 10, 11, 6, 3, 4. Ну что ты, блин? Не наебнул. Не, картинка вообще потрясная. Для композита очень дзвонкая картиночка. Картинка, конечно, для композита прям вообще. Да. Вопрос. Конечно. Странный. Но зачем тебе деньги? Они всем нужны. Но ты постоянно говоришь, что тебе нужны деньги. Зачем? Ты пол менять собрался? Или наоборот биб увеличивать хочешь? Зачем? Вопрос странный. Ответ простой. Чтобы жить. И кайфовать. Вот так вот. Оляк. Как ты думаешь, тебе нравятся новые маки больше, чем обычные компы на винде? Не могу сказать, потому как не работал. Да. Это ломать надо. Вопрос. Как вы все знаете, панорамный отдел, паранормальный отдел СС имеет ошеломительный успех при последних раскопках около деревни. Между тем, Хельга фон Боу была сильно недовольна уровнем охраны замка Вольфенштейн и деревни, прилегающей к месту проведения раскопок. Хочу лишний раз подчеркнуть, несколько большую важность имеет эта операция для Рейха. Недавно были обнаружены двое шпионов, пытающихся проникнуть в замок. После случившегося я предупреждаю вас, что в случае обнаружения любой преши в охране, вызванной личным составом виновники, будут подвержены самым жестоким пыткам. С уважением майор Вольгельм Юрген, командир охраны замка Вольфенштейн. И этого тоже заранее. Прям как в РЕ-4. Так, там, блин, еще есть товарищи. Да. Ну ты че там? Кто там стреляет-то? Ох ты здесь, сволочь, блин, я тебя даже не заметил. Какой у вас домик тут уютненький, а? Смотри-ка, сиди, тут кайфуй, блин. Деревянная такая постройка, радиостанция, чтоб скучно не было. Только печки отопления почему-то нет. Наверное, прохладненько тут сидеть-то. Но в остальном хорошо. В остальном прям добренько. Так, тут что у нас есть? Тут есть вот такой вот лац. Ёб твою мать, что-то я немножко погорячился. Ну че если спрыгнуть, давай спрыгнем. Ай, плохо. У меня уже конец. У меня уже конец. Так, а что вы тут кушали? А я тоже покушать. Я покушать хочу покушать. Дайте мне покушать. Можно мне покушать? Усталов dressing Room 3 Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Просим всех покинуть здание согласно пламу эвакуации. Устал Dimao2 Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Просим всех покинуть здание согласно планам эвакуации. Вы слышите? Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация Просим всех покинуть здание Согласно плану эвакуации Я же слышал вам Information С ним? Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация Просим всех покинуть здание Согласно плану эвакуации Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Просим всех покинуть здание, согласно плану эвакуации. Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Просим всех покинуть здание, согласно плану эвакуации. Так, ладно, я покидаю здание, корейскую серьезную, может быть пожар, я вернусь, как только выясню, что происходит. Внимание, произошла чрезвычайная ситуация, просим всех покинуть здание, согласно плану эвакуации. Так, я собрался. Внимание, произошла чрезвычайная ситуация, просим всех покинуть здание, согласно плану эвакуации. Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Простен всех покинуть здание, согласно плану эвакуации. Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Простен всех покинуть здание... О, блядь! Нечерки! Фу, блядь! Че-то я устал. Лифты перегружены. Пришлось пешком по чёрным лестницам эвакуироваться из здания. Потом пешком обратно поднимать. Че-то устал, блядь! Ну, а хоть физнагрузка какая. Это техническая какая-то херня. У них там тестируется оборудование. Они вроде как что-то там проверяют, настраивают, я не знаю. Короче, ложная тревога. А там на все коридоры я вышел. Те люди собрались, все повыходили, все боятся. Думают, что за дела. Один я только говорю. Походу это... Ну, а так, чё, ну, блин, бывает. Берёшь документы и вымётываешь из здания, и всё. Приказы следующие. Проникнуть в замок Вольпенштейна и расследуйте повышение активности паранормального отдела СС. Берите всю информацию, которую найдёте касательно вышеуказанного отдела СС. Их деятельность в этом районе Кассар ваш связной является членом немецкой группы сопротивления под названием Крайзой. Ему удалось частично проникнуть во временную штаб-квартиру паранормального отдела СС и получить ценную информацию, касающуюся его деятельности. Ну, да, марминчики все повылетали, блин, кто в трусах, кто в чём, блин. Я в коридор выхожу, там народ бегает, что лифты, блин, перегружены. Я по чёрным лесенкам спускаюсь, там детки молодые, все в ресепшене стоят, кто в чём, блин. А там, блин, тестировалось оборудование, какие-то тесты. Ну, блин, чё, оно громко работает. Оно, считай, у меня динамик здесь висит вот в коридоре, прямо на стене, вот это оповещение этого. И в коридорах там везде эти динамики развешаны, они как включились тем разом там. На всё здание это пожарная тревога или чё там у них там, чрезвычайная ситуация-то. Тревога, тревога. Страшное дело, чё. Я-то как бы, если чё-то подобное, да ё-моё, откуда ты вышел-то? Ну, это произойдёт, я сразу всё брошу, я вам говорю, я только документы спасать буду. Вот. Возьму с собой айфон, да этот самый, да документы нахер и всё. Что делать-то? Олед, да, конечно, брошу Олед, чё ты это, это Олед, блин. Если реально будет какой-нибудь пожар, задымление здания, ну ты сдохнешь вместе со своим Оледом, вот и всё. Это глупость сохранять какие-то вещи. Единственная ценность это твоя собственная жизнь и жизнь твоих родных, блин, близких тебе людей. Те вещи, они не представляют большой ценности. Но если у тебя там что-то там мелкое, можешь взять быстро ценные вещи, там деньги, допустим, хранятся. Возьми, значит, пачку денег свою. А вещи, блин, чё эти вещи? Вещи не делают тебе ни пользы, ни радости, ничего. Они... Самое главное, жизнь и здоровье здесь. Вещи, они как приходят, так и уходят. И ничего страшного с этими вещами. Что ты их там потеряешь или чё-то с ними будет. Надо вырубить, это тут тоже, блин, какая-то сигналка работает, блин, бесячка. Бесячая. Мне кажется, вот здесь где-то она включена. О, закрыто, главное. Я довольный. Я знаю, что я хочу запрыгнуть. Вот сюда вот. Олег, возможно, из-за твоего повышенного газообразования сигнал с работой. Это действительно страшно. Да, это точно страшно. Ты говоришь, содержишься. Работаю я, муха, ну стрим, у меня прямая трансляция сейчас идёт. Хе-хе-хе. Эй, боже, дурь, эй, боже, эй, боже, эй, боже, дурь.